Верните Омску чистый воздух! Сколько можно нас травить? Бесконечные выбросы когда-нибудь закончатся? Кто вернет нам и нашим детям здоровье? Паблик Омск Лайв сегодня утром стал площадкой для обсуждения экологических вопросов города. Автор поста прилагает фотографии, на которых виднеется дымка на горизонте. 653 человека поддержало лайком публикацию. А на левом получше стало, меньше выбросов, что несказанно радует. Ничего лучше не стало на левом. Сегодня ночью штиль был и газом тянуло очень сильно. На Дмитриевы задыхались, сладкий запах, пахло ядом. Год такого угарного газа и все, рак легкого обеспечен. Поддерживают тему и в сообществе Омск ВК. Очень сильно воняет, словно резиной в старом Кировске. Аж горло сжет и пить постоянно хочется. Боюсь представить, что будет, когда воздух нагреется от жары. К посту прилагается хэштег «жалоба 55». Остается надеяться, что профильные органы прокомментируют происходящее. Пока вы всем городом не начнете требовать, а не скулить в интернете, это никогда не закончится. Открытый на левом берегу бульвар Мартынова в Омске. Интересно, сколько миллионов потратили на эту паркетную доску? Подписчики Омск Лайф продолжают делиться позитивом в соцсети. На фотографиях видно, что деревянная площадка точно стала вентилируемой. Свои предположения о причинах такого состояния покрытия высказали в комментариях. Это самокатеры сделали колесами, когда прыгали с небольшой трибуны. Они могут трюк сделать и продавить колесами. Сейчас бы паркет устанавливать на улице. Может, кто узнает своих деток и объяснит им, что это небезопасно. Два ребенка показались из окна панельного дома по улице Харьковская, 27. Одно из предположений комментаторов, что дети так слушают популярную музыку. Просто жара в Омске сводит с ума. Сходи и расскажи. Покажи сайт ОВИТО, где полно костылей, инвалидных колясок, ортезов и так далее. Пусть позвонят, узнают, тяжело ли восстанавливаться после травм, если жив останешься. Так-то ты видишь нарушение, а мер не принимаешь. Позвони в милицию хоть. Завтра мы продолжим рассказывать о жизни Омска в соцсетях. Субтитры создавал DimaTorzok